Итак, дорогие друзья, мы проходим специальный мануальный массаж, и сейчас закончили шейно-воротниковую зону, которая у нас включала и волосы, и зону до лопаток. Если человек только вот эту зону заказывал, она примерно делается минут 10. Если что-то подобное прорабатывается, например, какие-то точки прожимаете, то до 15 минут эта зона обрабатывается. А если мы делали заказ-массаж всей спины, то соответственно нам надо вернуться. Обратно, потому что тут уже тело остыло, и нам надо заново его взбодрить перед мануальной правкой. Закончили мы, соответственно, на сейте номер 3, когда вот прожили точки, вот такой скобой растянули шею. В эту сторону и в обратную сторону. Прошлись по шее, и все наши движения теперь идут в обратную сторону. Ставим вот такой вот ролик, прорабатываем, идем назад по позвоночникам. Соответственно нажимаем, получается на, вот здесь и два пальца положить от оси, да? Тут получается поперечные отростки. Вот на них мы нажимаем, и теперь прожимаем сверху вниз, продавливаем их вот так. Да, это помните, у нас был прием вот так, вот так мы его отрисали, да? Теперь вот так вот вниз. И вот сейчас я вам расскажу секрет того массажа, который из детства мы помним. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Вот мы рисуем, получается, шпалы. Этому шпалы поставили. Теперь опускаем всю энергетику вниз. Рельсы вот ставим. Быстро-быстро вот туда, в ППС. Как бы вот загоняем все туда поглубже. И у нас получилось два пути. Один путь, тут стрелка железнодорожная, переходит на второй путь. По первому пути пошли вагонетки. Мы отодвигаем, получается, костями, вот костяшками, пару витебральные мышцы. И через них реберно-поперечные сочленения. Прямо вот туда вот так глубоко. Всем корпусом, всем телом. Тут у нас, помните, были шахты, с которых ракеты вылетели, да? Вот приехали вагонетки с новыми рабочими. Сгрузили рабочего, сгрузили инструменты. Назад ушли пустыми. По второму пути вагонетки пошли. Достаточно силен, но немножко поболевала спина после вчерашнего, да, наверное? Ничего-ничего мне надо показать. Сгрузили инструменты, сгрузили рабочих. Ушли назад. Теперь по первому пути пошла техника с ракеты. Вот везет тяжелую ракету с декомпрессией. Вот туда он тяжелый. Видите, с утяжелением ведет его второй рукой. И вот туда в шахту прям загоняем ракету. Обратно ушла пустая. Легкая, а туда пошла в втором пути тяжелая. Вот гоню-гоню-гоню мы туда. И вставляем прямо вот сюда. Где закончили, там и продолжаем. Положили две руки. И теперь всю спину, если мы по половинке работали, да, то теперь всю спину целиком. Растерли. Расшатали. И декомпрессировали. В крестец упираюсь. И техникой роллинга вот так вот немножко раскручивая. Увеличиваю длину позвоночника. Дошли до черепа. И вот растянули в разные стороны. Где руки были, там и остались. Только теперь мы делаем по диагонали. Здесь выкосят лопатки. А здесь верхний уголок воздушной кости на себя. Развернули локти. Потянули в противоположную сторону. По пружине. Вот так вот. Сюда. Сюда. То есть локти у нас работают вот так вот. Вот так вот. Ну, если кому-то локти неудобно, можно, в принципе, ладонью. То есть тут получается гипотенором мы давим. А здесь мы уголок воздушной кости давим тенором. Вот, просто по лжней стороне. Опять же, где закончили, там и продолжаем. Захватили сразу, видите. По принципу эргономики. Меньше движение, но все движения должны быть качественные. За ребра. А здесь за тазовую кость. И теперь скручиваем человека. Вот так вот присели. И в обратную сторону. Может, это не прием, это именно просто пока натяжение. Но кое-где может быть уже и хрустнет. Теперь сверху, всем корпусом. Надавили, опять же, подзагонали. Потянули. И теперь наше вот это вот секретное ПВО, которое мы поставили в лесу, надо открыть от потенциальных врагов. Поэтому все поле это вспахиваем. Лапы леопарда так быстро-быстро все растираем. Вспахиваем. Шею опять размяли. Потянули, трапецию назад. И сдираем дерн. Раз, два, три. То есть, вот три прохода, чтобы всю спину покраснела. Раз, два, три линии, да, прохода получается, чтобы все покраснело. Здесь засыпаем ямы. Шахты засыпали. Можно с таким вот шлипками. По всему спахованному полю прошел большой град. Кураками пробиваем. Здесь по паралюстебральным, через паралюстебральным мышцам на ребра мы можем удалить вот так вот. С разъездом в разные стороны. Далее пошел ливень. Шлипки открытым ладонями. Потом шлипки вот такой вот вакуумная ладошка, когда мы делаем лодочку такую, да, чтобы ни одной щели тут не было. После шлипков немножко больно бывает, да, поэтому снимаем боль только с тряской, с протяжкой. Захватили мышцу, протянули. Хватили, протянули. Сняли этот болевой синдром. Ну, можно включить еще пальчиковый дождик. Начиная с головы. Слышите, да? Можно вот так вот трещоточкой простучать. Или двойной тщеткой. Вот, все ударные методы, в данном случае, хороши. И по полю заколосилась зеленая, зеленая трава. Вот, успокаиваем сознание человека. И после этого, если только был массаж, мы его просто накрываем простынью. Все поддаем немножко полежать. А если у нас мануальная терапия впереди, да, то тогда начинаем уже приемы непосредственно мануальной терапии. Ну, это уже в следующей серии наших видеороликов. Поэтому не теряйтесь, подключайтесь к нам, подписывайтесь, ставьте на колокольчик вот там вот, да, значок, чтобы получать уведомления о новых полезных видео от Олега Аллафа Будина. До новых встреч, друзья!